Вольно, совершенно по полочкам нам разложила особенности осложнений, которые сопутствуют проведению противоопухолечения, в частности химиотерапии. То мы уже, я это предвидела, и, наверное, больше сфокусируемся на кожной токсичности, а ещё больше на том новом, что произошло, собственно, об особенностях кожной токсичности. Тем более дальше следует доклад Елены Викторовны, которая прицельно разберёт кожную токсичность. А я, на самом деле, поскольку мы эти темы достаточно часто обсуждаем, остановлюсь на том новом, о тех новых особенностях, которые возникли в нашей клинической практике с появлением новых таргетных препаратов. Но это та фраза, которая очень важна, что если препарат лишён побочных эффектов, следует задуматься, есть ли у него какие-либо эффекты вообще. Поэтому для химиотерапии, для таргетной терапии, для иммунотерапии, для гормонотерапии, для каждого вида лечения существуют свои осложнения. Но мы сегодня, да, и эти осложнения доктора градируют, разделяют по степени токсичности. И в зависимости от степени токсичности доктора уже принимают те или иные меры, в том числе и возможности редукции дозы. Но вот если касается кожи, а кожа это самый большой орган у человека, и как бактерии живут в кишечнике, вот Светлана Анатольевна сегодня говорила, что нельзя бездумно назначать антибиотики, потому что 3 кг бактерий, которые проживают в нашем кишечнике, они проживают там не просто так. И они в том числе ответственны за иммунитет, поэтому нам, если мы назначаем антибиотики, мы назначаем их по определенным показаниям. И также на коже у нас живут свои бактерии, и нам необходим уход за кожей, поддержание качественных условий для жизни всего организма в целом, и в том числе самой кожи. И есть препараты, применение которых, в частности таргетных препаратов, действует на различные ростковые факторы, в том числе рецепторы эпидермального фактора роста первого типа. И осложнения могут быть как со стороны кожи, со стороны ногтей, со стороны волос. И что хотелось бы сказать, вот я говорила о тех особенностях, о том новом, что собственно произошло. И вот российские коллеги вместе с европейскими коллегами, эта информация была представлена на ведущем онкологическом конгрессе по лечению рака молочной железы. Было показано, что у больных рака молочной железы мутация пиктрисии встречается практически в половине случаев. Но почему мы, собственно, об этом говорим? Потому что при наличии этой мутации назначается таргетный препарат, новый таргетный препарат, при котором достаточно часто возникает кожная токсичность. Ну вот что хотелось бы сказать, поскольку практически у каждого второго больного есть такая мутация. А во второй линии, наряду с гормонотерапией, в комбинации с гормонотерапией назначается таргетный препарат, направленный как раз-таки на эту мутацию пиктрисией. Так она называется, то в связи с высоким риском развития кожной токсичности хотелось бы уделить этому консенсусу, который разработан коллегами, российскими коллегами, на основании уже опыта, который у нас есть. Поскольку на наших школах мы всегда говорим то новое, что происходит на протяжении всего времени, какие новые препараты возникают, какие новые осложнения, то хотелось бы сказать, что вот как раз-таки эта мутация пиктрисией, она в том числе отвечает за регуляцию роста и разделение, дифференцировки кожных элементов, клеток кожи, клеток эпидермиса. И что очень важно, когда мы назначаем препарат, которые направлены на подавление как раз-таки активности данного фермента, то возникает так называемая таргетная токсичность. То есть одновременно добиваясь противоопухолевого эффекта, мы воздействуем на клетки кожи, и в связи с этим может возникать сыпь. Сыпь – это временное явление, пока мы назначаем таргетный препарат, сыпь будет присутствовать. И вот как раз-таки, чтобы избежать кожной токсичности, так же, как мы, а эта токсичность, вот этот препарат, он достаточно особенный. Это таргетная токсичность, не только кожная токсичность, но может быть ещё и гипергликемия, повышение уровня сахара в крови. Поэтому перед тем, как назначить таргетную терапию, пациенты посещают эндокринологов, и эндокринологи уже с профилактической целью назначают препараты антидиабетические, хотя состояние – это не совсем то, как гипергликемия, в типичном при сахарном диабете. А здесь именно гипергликемия вызвана, индуцирована, как говорят врачи, назначением таргетного препарата. И чтобы профилактировать те таргетные осложнения, которые возникают на фоне приёма, в частности, алпилисиба, здесь назначается метформин с целью профилактики повышения уровня глюкозы в крови, так же, как и назначаются препараты антигистаминные, это препараты второго поколения, которые не обладают седативным снотворным эффектом. В частности, назначается цитиризин 10 мг один раз в сутки в течение 4-8 недель, то есть до 2 месяцев. Если кожная сыпь развивается, как показывает практика, она развивается в первые 2 недели. И здесь коррекция сыпи включает ряд препаратов, которые, опять-таки, назначают врачи, но мы должны понимать и проговаривать с вами, для чего это делается. Антигистаминные препараты, топические глюкокортикостероиды. Глюкокортикостероиды – это те препараты палочка-выручалочка, которые мы используем уже для лечения осложнений, в том числе и для иммунных осложнений, на фоне назначения иммунной терапии, иммуно-посредованные осложнения. Но если мы говорим об осложнениях таргетной терапии, в частности, когда мы назначаем таргетную терапию, то могут назначаться глюкокортикостероиды как при нанесении на кожу, так и при приёме внутрь. И, безусловно, снижение дозы самого таргетного препарата, и, безусловно, о чём мы ещё будем говорить, у нас сегодня такая предновогодняя школа, мы и женщины, и мужчины, мы всё равно стремимся быть ухоженными, красивыми, нравиться прежде всего самим себе, поэтому мы, конечно, и поговорим немного и об уходе за кожей. Но здесь предпочтение, конечно же, аптечная косметика, без парфюма, вот не та привычная косметика, которую мы можем найти в магазинах общего профиля, то есть в обычных магазинах косметических, или же когда мы идём по аэропорту, сейчас, надеюсь, со временем мы будем ходить всё чаще и чаще, вернёмся. Но хотелось бы сказать, что, конечно же, это прежде всего аптечная косметика. Ну и вот эта сыпь, то, что мы сталкиваемся, наши пациенты, вот так вот выглядит эта сыпь третьей степени, она бывает редко, но всё-таки она возникает на фоне приёма таргетного препарата, а поскольку этот препарат обязательно вторая линия, назначение лечения больных, рака молочной железы, таких больных много, то, соответственно, было отмечено в исследовании, на основании которого была зарегистрирована комбинация таргетного препарата с гормонотерапией, в частности, фулвестрантом, было показано, что зелёным цветом слева большая часть диаграммы, она закрашена в зелёный цвет, и то есть там, где назначалась профилактика, там меньше было сыпи по сравнению с той ситуацией, когда профилактика не назначалась. Ну и очень важно, что вот этот консенсус, который был принят и адаптирован для России, он уже был разработан коллегами европейскими онкологами, и было здесь также отмечено, что пациентам, начинающим приём таргетного препарата, рекомендуется приём антигистаминных препаратов без седативного эффекта, то есть это антигистаминные препараты более нового поколения. Приём антигистаминных препаратов можно прекратить через 4-8 недель, поскольку сыпь развивается, как правило, в течение первых двух недель от начала приёма. Если она, как правило, не развилась, то она не развьётся и далее. Что нужно пациентам знать, собственно, какие у нас есть шаги. Шаг номер один – временно прервать приём алпелисип. Но самый главный шаг, конечно же, если мы говорим о пациентах, это сообщить лечащему доктору или записаться на приём к лечащему доктору, или клиническим онкологам того центра, где, собственно, вы проходите лечение. И при уменьшении выраженности сыпи доктор уже принимает решение, можно возобновить терапию в дозе, соответствующем уровню ниже. То есть постепенно доктор снижает по потребностям и при необходимости дозу препаратов, если на то показания есть. И, собственно, на слайде указаны препараты, которые может назначить доктор в случае, если просто редукции дозы недостаточно, то тогда, если редукции дозы недостаточно, тогда присоединяют мази на основе глюкокортикостероидов. И вот тонким слоем наносится на поражённые участки в соответствии с инструкцией. Вот препараты, глюкокортикостероиды, топические мази указаны на слайде. Я их называть не буду, потому что доктор выбирает ту самую мазь, которая предпочтительна для конкретного пациента. Если мазь при нанесении внутрь на основе кортикостероидов неэффективна, следующий шаг – это, соответственно, возможность, кроме того, ещё при этом обязательно, следующий шаг – это назначение антигистаминных препаратов, неседативного блокатора. Здесь, в частности, то, о чём мы говорили, это, соответственно, цитерезин, если он не назначался изначально, а если настолько интенсивный зуд, что мешает спать, тогда, конечно, мы можем перейти уже на блокаторы, которые обладают седативным эффектом. Что ещё хотелось сказать? Ну и вот, если не помогает нанесение на кожу глюкокортикостероидов, тогда мы переходим на приём преднизолона. Врачи переходят на приём преднизолона внутрь. В дозировке 20-40 мг в сутки на 2-10 дней. Но если в таблетке 5 мг, то, как правило, это 4-8 мг в сутки. Назначать всё-таки препараты нужно в первой половине дня, там, например, утром и в обед, после приёма пищи, с последней порцией пищи. И желательно можно запивать киселём, как обволакивающий препарат, но не обязательно, можно и с последней порцией пищи. И важно вспомнить, что поскольку предназначаются глюкокортикостероиды, хоть и в небольших дозах, но параллельно, но в любом случае контролируется уровень глюкозы в крови, потому что мы так прекрасно понимаем, что алпилитип, воздействуя на таргетную мишень, как мы уже говорили, пиктрисей, может повышать уровень глюкозы в крови. Ну и вот, собственно, те препараты, которых мы используем для ухода за кожей, это аптечная косметика, содержащая термальную воду. Термальная вода от природы успокаивает, смягчает и снимает раздражение. Термальная вода, она составляет основу ухода за чувствительной кожей всех типов, и её рекомендуют использовать при раздражении кожи, в том числе и когда мы используем лекарственное лечение, так и лучевую терапию. И важно помнить, что вот в том числе такое распыление на кожу лица, на изменённые участки кожи тела успокаивает и смягчает кожу. Но не всегда этого достаточно. Но, тем не менее, почему именно рекомендуют использовать минеральную, аптечную воду? Потому что, почему просто бы не взять воду из-под крана? Так вот, здесь эта вода, она отвечает определённым условиям, определённым свойствам. И эти свойства обусловлены её, в том числе, минеральным составом. И кроме того, есть ещё биологическая составляющая. Мы говорили, что как на коже, так и в кишечнике у нас есть бактерии. Это микробиом. Такое новое слово, которое хорошо известно докторам, но всё чаще пациенты будут об этом слышать. Так вот, помогает восстанавливать микробиом, конечно же, и, соответственно, вот такая вот термальная вода. И вот в термальной воде, в частности, могут содержаться активные метаболиты, микрофлоры. И это тоже важный элемент. Минеральная составляющая указана на слайде. И здесь, поэтому мы рекомендуем использовать именно термальную воду. Она соответствует и смягчающим условиям. Это более щелочная, здесь pH больше 7. И, кроме того, есть препараты, в частности, препарат цинка в большем количестве, которые в комплексе улучшают клеточный метаболизм, улучшают обновление клеток, восстановление кожных покров, защищают от окисления под влиянием свободных радикалов и улучшают клеточный метаболизм. Вот так вот называется данный микроб, полезный микроб. Микроорганизм, если правильно сказать, это аквадоломия. Он специфичен для термальной воды и живёт достаточно глубоко, полтора километра над уровнем моря. Уникальные свойства, они известны термальной воды в целом и достаточно давно используют на термальные воды всегда. Выезжали, правда, ехали долго на каретах, но тем не менее. Снимает, смягчает, снимает раздражение и воспаление. Это используется при различных показаниях в виде спрея. Но важно помнить, что, конечно, для наших пациентов важна деликатная и полноценная гигиена во время лечения, чтобы избежать обострения термальная вода. Кроме того, ещё вот что очень важно, хотела бы отметить, как жидкое, так и твёрдое мыло сушит и раздражает кожу, которые не рекомендуются для гигиенических процедур. Для местного мыла необходимо использовать гель или дерматологически очищающие средства без мыла. Они не нарушают кислотность кожи, не сушат кожу и обладают высокой очищающей способностью. Ну и, конечно, использовать специфичные масла, которые обеспечат чистоту и комфорт во время гигиены. И ещё хотелось бы отметить, что важно для наших пациентов, у кого есть изменения на коже вследствие проявления токсичности, не рекомендуется использовать варежки для душа, губки и мочалки, мыться руками гораздо нежнее и чище. Ну вот, собственно, гигиена. Надо помнить, что во время гигиенических процедур температура воды должна составлять примерно 32-34 градуса. Слишком горячая вода усугубляет сухость и воспаляет кожу. Другими словами, не нужно мыться горячей водой. Вода должна быть прохладной. Вытирая полотенцем, это вытирание полотенцем усиливает раздражение кожи, поэтому рекомендовано промокать, буквально промокать стерильными салфетками, тампонами, особо в раздражённых участках. И после душа необходимо наносить подходящий для кожи эмолент, гигиеническое средство. Бальзамы могут быть подходящие для раздражённой кожи. Ну и, соответственно, у нас есть продукция. Именно почему мы говорим об аптечной косметике? Потому что в ряде случаев та косметика, которую мы используем с различных компаний, она с отдушками, она не всегда нам подходит, потому что аптечная косметика отвечает определённым свойствам, которые необходимы. Это и противовоспалительное, и противозудное, и антимикробное действие, если есть на то показания. И, соответственно, здесь есть определённые характеристики, которые нам, собственно, нужны. Данная продукция, данная косметика, она обладает и снижает риск воспаления, моделирует иммунный ответ, противозудное действие. Это всё подкреплено теми публикациями, которые есть в настоящий момент. Но его важно помнить, конечно, нам не только кожа, нам, конечно, важны и наши руки, и мы очень обращаем на наши ногти, потому что уход за ногтями крайне важен. И здесь нужно помнить, что те осложнения, которые возникают на фоне лечения, в частности, вот паранихи, то раздражение кутикулы, повреждение кутикулы. То здесь вот что может быть при таком осложнении, что может быть предложено? Здесь опять-то решает доктор. У нас в нашем центре и в центрах, которые связаны с медицинкологией Петрова, принимают врачи-дерматологи, которые могут всегда проконсультировать. Но, тем не менее, есть препараты, которые используются, это топические кортикостероиды. При наличии признаков вторичной инфекции может быть показано лечение. Но опять-таки нужно помнить, что, например, различные процедуры могут устранить врастание ногтевой пластинки. Но ещё хотелось бы буквально несколько слов. Елена Викторовна более подробно будет говорить о тех осложнениях, которые и профилактике кожной токсичности. Но хотелось бы сказать, что когда возникает акноподобное высыпание, это высыпание, например, в том числе в виде чёрных точек, как одно из проявлений. Иногда то здесь вот в виде, если говорить медицинским языком, ещё как одно из проявлений – это папула и пустула на лице, то здесь вот необходимо соответствующие меры принимать. И здесь лечение может быть как на фоне приёма тетрациклинов, антибиотиков. Ну вот тетрациклины могут приниматься длительно, но опять-таки по назначению врача. Различные воспаления на коже в виде, как пациенты часто ещё говорят, прыщи, но это неприятное проявление, высыпание, эти кожные элементы. Они могут носить различный характер, но ни в коем случае нельзя протыкать эти волдыри, подвергать кожу глубокому очищению. Не нужно ходить к косметологу на различные косметологические глубокое, так называемое, очищение. Этим процессом должны заниматься, конечно же, врачи, кто, так мы их называем, ассоциированные дерматологи, которые знакомы с проблемой кожной токсичности на фоне противоопухолевой терапии. И, конечно же, важно защищать кожу от лучей. Но сейчас у нас в Санкт-Петербурге, как и везде, солнца не так много, зима, но скоро будет день солнцестояния, у нас будет больше солнца, и, конечно, тогда нужно наносить косметику, аптечную косметику уже с фактором. И что хотелось бы сказать, что вот да, еще очень серьезные осложнения, которые могут возникать на фоне лучевой терапии. И здесь уход, такая кожа также нуждается в уходе. И рекомендации основные, что если крем наносится, то наносится осторожно, легкими касаниями. Косметика должна содержать препараты на основе меди и цинка. И эффективность при нанесении крема два раза в день вполне этого достаточно. Что еще хотелось бы сказать? Так, мне пока не переключается. Еще, безусловно, нужно, когда на фоне противоопухолечения потеря волос – это одно из осложнений, так как химиотерапия, в частности, действует на быстро делящиеся клетки организма, к которым относятся волосяные фолликулы, то, тем не менее, когда на фоне химиотерапии возникает облысение, нужно ухаживать и за кожей головы, в частности, наносить крема, обогащенные фотозащитным средством. Ну и вот я тоже хотела бы присоединиться к поздравлениям Светланы Анатольевны, к нашим общим поздравлениям, поздравлениям всех докторов, которые будут звучать в адрес наших пациентов в этом году. И, конечно, хотелось бы пожелать быть нам всем такими же сильными, как Тигр, быть такими же уверенными в том, что то лечение, которое назначается врачами, онкологами, это то лечение, собственно, к чему, во-первых, врачи очень долгие годы учились. Иногда говорят, вот мы к вам сидели очень долго, мы к вам очень долго ехали, а вы нас проконсультировали так быстро. Но доктор для этого и учился многие-многие годы, и мы продолжаем этого учиться, чтобы вас проконсультировать достаточно быстро и качественно. Поэтому хотелось пожелать терпения, терпения пациентам, терпения докторам, потому что мы все вместе делаем одно большое дело, и мы должны помогать друг другу, поддерживать друг друга, потому что всё только для того, чтобы наши пациенты и прежде всего наши дорогие слушатели жили долго, счастливо, качественно. И мы для этого будем делать всё возможное. Конечно же, хотелось пожелать здоровья и тем врачам, которые слушают нас, наши школы слушают и врачи. Поэтому здоровья всем нам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!